Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня уже 5 апреля. Время бежит быстро. Сегодня пасмурно. Такой небольшой дождик хороший. Сидела дома и вышла. Думаю, погуляю немножко по саду. Подышу воздухом. Прям замечательно после дождика. Красота. Дочка тоже вышла на бережок. Села воздухом подышать. Дожди капают так. Уже вишня расцветает. Прям вишня хорошо. Такая беленькая. Здесь у нас посажена, чтобы берег укрепить. Здесь вчера немножко навела порядок. Вот этим маленьким триммером очень удобно. Здесь возле кустиков прошла. Травку убрала. Здесь у нас все, которые ненужные растения, убрали мы. Сюда пересадили. Здесь и лилии, и нарциссы. Какие-то поздние маленькие тоже налилили. Или нарциссы. Даже не знаю уже, что. Здесь даже есть и пион. Юки растут. Морозник. А вон целая кучка лилий. А сюда я к забору осенью подсадила плющ. Хочу, чтобы с этой стороны у меня весь забор вот этим плющом зарос. Шелковица уже набирает. Кипочки набухли. Валера ее нынче подстриг. Формируем пока. Это уже второй год. Формируем куст. Чтобы не огромное было дерево, а такой вот костяк был. И чтобы собирать было удобно. Ягоды. Здесь крупные ягоды. Где-то до 5 сантиметров. Валера недавно опять здесь вот с речки, когда вода уходила, наносил сапропель сюда. Вот ил или сапропель. Укрепляем берег. Ой, ну хорошо как дышится. Красота. Валера какой покрасил дверцы. на калитке. Он уже брунера как цветет, как не за будочками, прям такими цветочками. Еще только начинается. Еще мало. Вчера я подстригла жимолость шапочную. Вот смотрите, почему она мне нравится. Я говорила, что это растение. Оно очень пластичное. Смотрите, вот одно стоит. Оно, во-первых, круглый год в таком цвете, вечно зеленое у нас. Листья не опадают у нее. Только просто обновляется. Вот видите, какие хорошие листики обновляются. Так вот зелененькие такие. Из него можно делать разные формы. Разные даже какие-то пиарные формы. Я вот сделала такой кругляшок. Вот вчера подстригла. Посмотрите, как красиво. Такое вот растенец и самшить не надо. А то, говорят, здесь вот на юге самшиты погибают. Кто-то завез какую-то моли или как-то она называется. Я не знаю, какой-то вредитель. И вот он, гусеница такая, не моль, гусеница. И уничтожает самшиты. А этот вот без проблем не болеет, ничего не делается. Зимой и летом одним цветом. Видите, как красиво получилось. Потому что здесь у меня посажена туйка. Вот она она. И туйка потом. Вон еще туйка одна. А здесь вот эта жимолость. И вот хочется, чтобы вот так вот была такая вот одна растрепанная, одна. Такой кругляшочек здесь был. Вот так вот получилось красиво. Это будет большая. Тоже подстригла. Будет три кругляшка здесь. Вот посмотрите, уже тюльпаны цвет набирает еще буквально день-два. Сейчас тепло стоит, распустится. Здесь вот красник какой-то, здесь желтенький. И вот какие. Здесь у меня под виноградом земляничка растет. Кстати, крупная какая-то. Скоро вот вот эта вот такая травка зелененькая, высокая уже. Это колокольчики будут. Они где-то будут сантиметра 80-90. Очень красивые. Вот тоже здесь такую маленькую аллеечку. Вот очень удобно. Я вот этим триммером своим хутором мелким подстригла. Вообще красота. Быстренько такую дорожечку сделала. Очень удобно. Вот тоже уже смотрите какие. А вот уже практически на цвету тюльпаны. Ой, а он уже зацвел. Сейчас посмотрим. А что мы с вами садили гиацинты, которые мои, они цветут. А вот эти, что я покупала новые, я их обрезала. Пускай луковица укрепляется, чтобы не мешала. Зато посмотрите как хосты у меня уже лезут. красотки, как я люблю. Я очень люблю хосты. По мне так прям были бы одни хосты в саду, я бы радовалась. У меня их, наверное, больше 25 штук разных. Вот тоже бронерка такая красотка. Вот подошли мы к тюльпанчику. Ой, какая красота. Такой красный тюльпан. на фоне вот этих мелких цветочков такая полянка. Смотрится интересно так. Вот такая красота. Красота. На фоне медуницы как смотрится красиво. Такой ковер. Все еще цветет и цветет. Долго она цветет. А вот уже смотрите барвинок пестролистный начинает зацветать тоже такими голубенькими цветочками. Потом здесь такие плети пустит и все закроет. Желтый тюльпанчик. нарциссы еще не все отсвели. Хорошенький. Серединка такая у него солнечная. Здесь я укроп закрыла. Что-то плохо так зашел. Видать были сухие деньки. Я не полила и упустила. сейчас заново посадила полила и закрыла таким укрывным материалом. Пусть растет. Вот смотрите у нас черешня. Они молоденькие. Вот и вот эта черешня тоже молоденькая. Вкусная очень. Прям вся цветет. Красивые крупные у нее такие цветочки. Я думаю что здесь должно быть много ягод. В том году было немножко ягод. А в этом году прям смотрю цветет хорошо и заморозков не ожидается. Клубничка ремонтантная вон уже какая вся вся на цвету. Вон грибы какие-то выросли. Вон уже сколько здесь соцветий много. Так а вот здесь живучка тоже скоро будет цвести. вот здесь смотрите какие красивые тюльпаны еще. Ой тюльпаны нарциссы. Вон они прям целый букет. Где-то уже отцвели там вот по тропинке. А здесь прям еще цветут и цветут. Давно уже цветут. В том году они очень мало цвели потому что когда то мороз был то снег даже был в марте. в этом году они прям такие красивые стоят. Прям букетами стоят. Такой вот такой сорт интересный. Вот это у нас слива. Вкусная такая медовая слива. Зеленая. Очень вкусная. Тоже нынче должно быть много сливок. Она молоденькая. Здесь была старых хозяев слива. Но она старая. Вот от нее веточка. Не веточка даже. От нее может быть от семечки пошел. От косточки росточек. И вот такой вырос. Буквально года два. Третий год ему всего этому растению. Должно быть много. Судя по соцветиям. Знаете сколько много должно быть завязей. Дай Бог чтобы пчелки постарались. Там вот вишня. мы ее подстригали конечно. Она здоровая вишня. Кранирова у Валеры ее. Вкусно растают новые ветки. вот еще одна вишня вся цвету. Надеемся что урожай будет. То что в том году почему-то мало было урожая. Может быть тоже попало под ветер под ливень бывает ливни. Пчелки не летают. нынче вроде обещали хорошую погоду судя по прогнозам. Такая вот вишенка. Здесь вкусная вишня крупная. Пойдемте по моей вот этой поляночке посмотрим как Валера там забетонировал. Так вот скоро будет груша цвести. Еще пока не цветет. Здесь вот такую ступеньку. Ну в общем очень даже хорошо получилось по сравнению что было. Такая вот площадочка получилась. Потом начнем уже эту сармату разбирать. Что-то делать более приличное. Смотрите какая у меня бузина черная. Очень красивые такие у нее листики. В том году садила. Вон уже как выросло. Кстати вот бананы. Вот здесь у нас три банана они вон лезут. Видите? А вон там площадка где у возле калитки недалеко. Там что-то бананы пропали наверное что-то с ними случилось. Вроде не должны быть замерзнут. Может быть выприли. Но непонятно. Там один всего маленький бананчик будет. здесь хорошо бананы перезимовали. Вот это банановые деревья. Ну хоть здесь пускай будут. Вот такая площадочка получилась цивильная. Здесь белая перелит. Здесь земля была утоптанная сильно. Валера ее перекопал, добавили перелит, песочка добавили. наша земля перекапываешь и рыхлить пока невозможно. Надо чтобы она немножко постояла. Так сказать, чтобы ее дождик пролил. Или надо самим пролить. Вот она постоит немножко. потом уже можно будет ее разровнять. Очень тяжелая земля. Ну вот здесь мы ее так удобрили песочком и перелитом для рыхлости. Немножечко и потом здесь вот хочу также вот эту прям по олеечке посадить вот эту жимолой шапочную Давида хочу. И такие кустики будут. Здесь просто как олейка такая будет. Такой бордюрчик такой из вот этой жимолости. Может быть что-нибудь другое посажу. Посмотрю. У меня там много начеренкованных уже. Здесь вот он тоже сделал такой спуск. Вот получилось аккуратненько. Здесь много конечно он потрудился. Прям хорошо. Так бодра пестролистная. Вон у меня здесь все заполонило. Вот она такая вот и травка не растет. Я ее так возле кустиков убираю чтобы она не ползла. А покупала в горшке ее такие длинные плетьи у нее. Даже сказали что она не зимует. Ну я взяла посадила в зиму потому что горшки неохота было заносить домой. посадила ее в землю и вот она у меня уже второй год пожалуйста. В том году даже отсаживала ее. Она мне в горшках висела. Тоже украшала. Пораздавала много. Папоротники он уже как смотрите какие красивые набрали цвет. А сегодня я из дома вышла и у меня вот кошечки. Выходим и змея лежит на пороге. Сейчас вам покажу это видео. Маня уйди. Вася нам змею принесла. Маня уйди оттуда. Я боюсь за них. Давай Валера иди убирай. По-моему она придушина. по-моему они ее придушили. Это не ужик. Это прям змейка. Вот отважная кошка. Бася ты отважная кошка. Молодец конечно. Но если бы я увидела у меня инфаркт был. Добычицы наши сидят. Маня Ладно ящерки. Ну змей. А что ты прям руками хочешь ее? Валера уйди. Ой мамочка. Покажи какая она большая. здоровая. Смотри чтоб не укусила. Она живая. живая. Но это по-моему это не уж. Не уж? Не знаю. Ой боже мой. Маня Вася она еще живая. Она живая. Ну ладно. Ну она приличная. Она полметра где-то. Сейчас поближе я ее. Ой уйди 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 Бася. Какая страшная. На ужика точно не похоже. Может кто-то знает что это за змея такая красивая. Сейчас Валера ее лопатой. Ой мамочка. Все. Вот такая наша Маня. Она прям такая вы знаете хищница. Мы даже видели как-то крыса была где-то где-то она ее нашла была задушена. Сейчас у нас нет я не видела нигде больше крыс а когда только раньше много было когда только переехали видать здесь у них бараны были и крысы крысы были в сарае сейчас конечно нет тем более у нас три кошки и как-то видела даже крот был задушенный Бася конечно Бася конечно хорошая у нас кошка но нам не надо змеи таскать она в том году приносила нам летом же дверь открыта постоянно за шторкой они туда-сюда бегают приносила тоже я думала со страха думала это даже где-то видео есть думала это змейка а это был ящерица такая безногая ну тоже тоже было не очень приятно и вот надо за ней следить хорошо что она домой эту змейку не принесла там змея наверное если вот Валера ее так примерно размотал наверное около метра даже не 50 сантиметров приличная змейка такая вот ну он ее отнес сюда подальше в лес выкинул пусть там живет на нашу территорию не заходит здесь тоже крупные нарциссы мои фиалочки цветут на улице так хорошо ну сегодня у меня коротенькое видео походила с вами пообщалась воздухом подышала можно домой идти отдыхаем эти два дня тоже вчера наработалась и Валера с этим бетонированием тоже устал и говорит сиди дома нечего отдыхать тоже надо так что вот на этом я заканчиваю до новых встреч дорогие друзья всем мирного неба хорошей погоды до свидания 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 до свидания